Туристичный потенциал своей малой родимы презентовали пронемынские школьники. Первый открытый региональный конкурс туристичных проектов прошел на базе Купаловского университета и собрал некольки десятков удельников. Наибольшей инициативными оказались старшоклассники с Гродно, а так само со Слонимского и Лицкого районов. Университет не ожидал такого огромного интереса к этому конкурсу со стороны учебных заведений. На первый тур заочно было подано 68 заявок, во второй тур прошла 41 заявку 37 учебных заведений. Представлена практически вся область, но особенно серьезно подошли Лицкий район, Слонимский район и город Гродно. На Сольжуры были представлены и неэмоционные проекты, и проекты, которые продуглеживают классичные экскурсии и велосипедные походы. Некоторые презентации были связаны с водным туризмом и наводсконными прогулками. Все напрацовки, как отзначили организаторы конкурса, будут выкористаны для активизации регионального брендинга. Створение логотипов с метой притягнения туристов в наибольшие интересные места нашей области. А вот для попередних оценок прикладнополова проектов может быть реализована в ближайшем часе. Пропонованный нами проект, он называется «Шляхи, что ведут до Крэба». Соправды, во все часы до Крэба шли многие люди. Поэты, письменники, державные, деяющие политики, не перестают исти до Крэба люди и у нас час. А вот поэтому мета, на которую мы ставили, старающих этот проект, мы еще хотим сделать большую рекламу нашему населенному пункту. Не каждый сейчас может походить по тем местам, где раньше ходили всякие разные князи, где правили разные люди, где есть такой памятник, как замок. Потому что это не у каждого есть в населенном пункте. Как плануется конкурс туристичных проектов, в будущем станет свой особливой пляцовкой для объединения намаганий украинцев и молодых людей, которые проявляют интерес к своей малой родимой. А Макчева навык и поспоряет возникновение Гродинской туристической ассоциации, которая будет содействовать систематизации всех направлений в туристичной галине региона.